что объединяет на физическом уровне все живые организмы ответ очевиден вода ведь именно вода источник всего живого на земле из нее невозможно само существование жизни на нашей планете все растения и живые организмы в основном состоят из воды например в ягодах ее количество составляет 80 процентов от общей массы а у медузы почти 100 человек как часть природы тоже не исключение количество воды в его теле порядка 70 процентов от общего веса но не всякая вода полезна для организма добрый день меня зовут сергей евгеньевич постнов я физик гидродинамик более 30 лет занимаюсь научными исследованиями в том числе связанными с водой я даже не подозревал что экспериментальный факт полученный в 1984 году в царе при изучении обтекания объекта не имеющего никакого отношения к биологии и медицине послужит основой для рождения нового направления в биологии и медицине поможет по-новому взглянуть на биофизические процессы происходящие в живом организме и сейчас я хотел бы познакомить вас с результатами исследований выполненными ведущими институтами российской академии наук и российской академии медицинских наук и направленные на изучение биофизических свойств воды и ее воздействие на живые организмы сразу хочу сказать о методологии если это физика то речь идет о результатах достоверно фиксируемых физическими приборами если это биология то используется только общепризнанные методики если это медицина то используется только методики зарегистрированные в минздраве российской федерации обсуждение результатов движение гипотез и выводов осуществляется только в рамках классической физики классической биологии и классической медицины и так попадая извне в живой организм обычная вода проходит целый ряд изменений и физических свойств при этом она приобретает физические свойства обеспечивающие само существование живого организма и чем выше стоит живой организм на лестнице эволюции тем более кардинально меняются в нем физические свойства воды биолог бауэр в далеком 1935 году в своей книге теоретическая биология выдвинул гипотезу что на изменение этих физических свойств организм тратит огромное количество энергии сейчас получены экспериментальные данные подтверждающие правоту его слов в идеальных условиях у организма достаточно средств для преобразования питьевой воды во внутреннюю жидкость с необходимыми физическими параметрами но в реальной жизни все гораздо сложнее организм подвергается воздействию внешних и внутренних факторов например некачественное питание неправильный образ жизни агрессивная среда вирусы бактерии и так далее организм вынужден тратить собственную энергию на противодействие неблагоприятным внешним и внутренним фактором и к сожалению его запасы энергии ограничены и наступает момент когда он уже не может поддерживать на должном уровне физические параметры своей внутренней жидкости будь то клетка отдельный орган или организм в целом и с этого момента у него начинаются серьезные проблемы так как при изменившихся физических параметров уже не могут идти биохимические реакции на должном качественном и количественном уровнях как показывают исследования это сопровождается снижением иммунитета гипоксии нарушением обменных процессов и так далее все это происходит на фоне синдрома хронической усталости и усугубляется развитием патологических процессов связано в том числе и с вирусными и бактериальными инфекциями возникает естественный вопрос а если каким-то образом на какое-то время восстановить в организме утраченные или ослабленные физические свойства его внутренней жидкости то что произойдет вероятно организм в течение этого времени не надо будет тратить энергию которую он получает за счет окислительных реакций на поддержание этих физических свойств поэтому он может по своему усмотрению в соответствии со своими приоритетами направлять ее туда где она необходима в данный момент и это утверждение уже получила экспериментальное подтверждение но один вопрос остался каким образом можно одномоментно изменить физические свойства внутренней жидкости в живом организме если этот человек то речь идет о десятках литров жидкости и не просто жидкости а вещества составляющего основу жизни вещества в котором постоянно идут сложнейшие биохимические процессы вопрос действительно очень непростой и в начале когда эта идея только обретала свои очертания она казалась мне прекрасной темой но только исключительно для фантастических рассказов но чем больше я над ней думал тем больше нам не нравилось нравилось своим масштабом своей дерзости что ли только подумайте какие возможности открываются при ее хотя бы частично реализации в биологии медицине организм человека сам или при минимальном вмешательстве извне например с помощью лекарственных препаратов получает возможность практически мгновенно распознавать сбои внутри себя имеет все условия для их эффективного устранения но как это сделать сразу было ясно что лекарственными препаратами и вообще химическими веществами добиться этого для всего организма невозможно да и вся процедура корректировки физических свойств внутренней жидкости человека больше напоминает физиопроцедуру чем лекарственную терапию решение пришло самой неожиданной стороны предпосылкой для начала серьезных работ в этом направлении послужил экспериментальный факт обнаружены в середине 80-х годов прошлого столетия в цаги при изучении обтекания объектов движущихся под водой с большой скоростью подводные лодки торпеды и так далее а именно в тонком слое воды непосредственно примыкающим поверхности движущегося под водой тела так называемом пограничном слое когда приобретала ряд физических свойств кардинально отличающихся от свойств обычной воды я будучи молодым аспирантом был включен в исследовательскую группу участвовал в этих работах и до сих пор помню как меня поразил тот факт что можно подобрать поверхности соприкасаясь с которыми вода в пограничном слое приобретает физические параметры очень близкие физическим параметрам плазмы крови и межклеточной жидкости человека эти работы проводили в соответствии с постановлением президиума верховного совета ссср возглавлял их руководитель отделения гидродинамики цаги лауреат государственной премии ссср доктор физико-математических наук профессор академик георгий владимирович лагвинович мой научный руководитель причем и это принципиально важно изменение физических параметров воды в пограничном слое происходит с точки зрения физики таким же образом как и в живом организме физический механизм этого явления в настоящее время раскрыт таким образом я неожиданно получил техническое решение воплощение в жизнь этой моей казалось бы фантастической идеей это техническое решение представлялось следующим образом подбирались соответствующие поверхности на них формировался пограничный слой воды с заданными физическими характеристиками и это вода затем изымалась бы в объем главное в этом процессе оставалось за малым в кавычках естественно надо было добиться сохранения на какое-то приемлемое время измененных физических свойств я предполагал что это выделенная вода будет обладать биологической активностью и при введении в организм будет помогать ему поддерживать физические параметры его жидкости на должном уровне но тогда я даже и предположить не мог что то что получится превзойдет мои самые смелые ожидания и на это мало и в кавычках ушло 10 лет упорной работы так как практически все время и все усилия были затрачены на разработку технологии выделения из пограничного слоя воды со смещенными физико-биологическими свойствами с тем чтобы значение этих параметров сохранялись хотя бы какое-то время это удалось сделать в настоящее время вода выделенная из пограничного слоя сохраняет свои физические параметры и биологическую активность более полутора лет данный срок хранения позволяет проводить многочисленные биологические и медицинские исследования ее воздействия на организм человека и животных медицинские исследования проводятся по классической схеме на культурах клетках человека лабораторных животных обезьянах и с привлечением добровольцев эти исследования проводились и проводятся в следующих институтах института эпидемиологии и микробиологии имени гамалеи академии медицинских наук институте виросологии имени ивановского академии медицинских наук институте проблем экологии и эволюции имени северцева академии наук, Институте медицинской приматологии Академии медицинских наук, Национальном научном центре наркологии Росздрава, Институте вакцин и сывороток имени Мечникова Академии медицинских наук, Медицинской академии имени Сеченова. Изучение физических свойств пограничной воды проводилось в Институте радиотехники и электроники Академии наук, Институте общей физики имени Прохорова Академии наук в научном центре ГОСНИИ генетики. В результате установлена ее безопасность для человека, отсутствие побочных действий и выявлен целый спектр ее влияния на живой организм. Вот наиболее значимое с моей точки зрения – замедление или даже остановка процесса гибели нейронов головного мозга. Ускорение этого процесса наблюдается с увеличением возраста у любого млекопитающего, в том числе и у человека. Далее – мощнейшие противовирусные действия, в том числе на вирусы гриппа человека, гриппа человека пандемического свиного, герпеса, онковируса СВ-40 и т.д. Мощнейшие иммуностимулирующие действия и регуляторные действия. Прекрасное взаимодействие с фармацевтическими препаратами. Причем в ряде случаев установлены не только сам факты терапевтического действия препарата, но и на клеточном уровне раскрытых биологический механизм. Особо хочется отметить тот факт, что разработанная методика, или точнее сказать физиопроцедура на базе воды, выделенной из пограничного слоя, как показали исследования, прекрасно сочетается со всем арсеналом средств, имеющимся в распоряжении современной медицины. Причем процесс воздействия на организм человека пограничной воды подконтролен диагностическим системам, применяемым в настоящее время в медицине и управляем. Прекрасное взаимодействие с фармацевтическими и оздоровительными препаратами обусловлено тем, что пограничная вода позволяет организму работать на системном уровне, а именно на уровне системы организма, будь то центральная нервная система, сердечно-сосудистая, эндокринная и т.д. Пограничная вода, если в организме достаточно ресурсов, помогает справиться со многими недугами. Но, к сожалению, реалии нашей жизни таковы, что очень мало людей располагает этими ресурсами. Поэтому требуется применение лекарств или оздоровительных препаратов. И в данном случае лекарственные препараты приходят на уже подготовленную пограничной водой почву. В результате такого сочетания, как показали клинические исследования, эффективность лекарственных препаратов возрастает многократно. Единственное требование – лекарственные препараты надо принимать не раньше, чем через час после приема пограничной воды, иначе она их инактивирует. Помимо системного действия, вода из пограничного слоя обладает целым набором собственных терапевтических воздействий. Вот некоторые из них. Иммуностимулирующее действие на клеточном уровне. Регулирует гуморальный иммунитет. Имеет выраженное антивирусное действие. Восстанавливает проводимость нервных волокон. Эффективна при гипоксии, в том числе головного мозга и сердечной мышцы. Является очень мощным детоксикантом. Восстанавливает отрицательный заряд ядер клеток и эритроцитов. Эффективно устраняет синдром хронической усталости. Восстанавливает сон, нормализует обмен веществ и многое-многое другое. Причем в результате проведенных исследований было установлено, что наиболее эффективной формой приема является орошение слизистой рта. Отдельно следует сказать о восстановлении или возвращении отрицательного заряда ядром клеток при приеме пограничной воды. Методика оценки биологического возраста по процентному соотношению отрицательно заряженных ядер клеток к их общему количеству разработана советским ученым профессором Шахбазовым в 80-х годах прошлого столетия. Построена она на огромном экспериментальном материале, собранном им и его учениками. Эта методика оценивает биологический возраст человека даже не на клеточном уровне, а на внутриклеточном. Доказано, что прием пограничной воды возвращает молодость клеткам с точки зрения состояния их ядер, и этот процесс происходит весьма эффективно. То же самое можно сказать и об эритроцитах. Действие воды из пограничного слоя, как правило, человек начинает ощущать уже после первых приемов. Единственное условие – человек должен выпивать не менее полутора литров чистой воды и правильно питаться с точки зрения поступления в организм витаминов, микро- и макроэлементов, белков, жиров и т.д. Таким образом, употребляя воду из пограничного слоя, мы создаем условия, в которых наш организм сам, подчеркиваю, сам, при наличии достаточных внутренних ресурсов за вполне разумный срок способен восстановиться и справиться со многими недугами, присущими современному человеку. Но подчеркиваю еще раз, если этих ресурсов недостаточно, то надо использовать весь арсенал медицинских средств. Восстановление организма при этом даже в очень сложных условиях происходит в разы быстрее. На основе подготовленной воды мною был создан продукт Акваэйдж. Более подробно с результатами моих исследований можно ознакомиться на моем сайте. Ну вот, пожалуй, и все, о чем я хотел вам рассказать в первую нашу встречу. Надеюсь, эта информация окажется для вас полезной. Всего доброго и будьте здоровы!